Добрый вечер, дамы и господа, замечательно, что вас чуть больше, чем у нас. Ну, на самом деле, в такую погоду, конечно, ходить под жертвовым не прищем. Даже кто-то смеется. Ну, у нас как-то было настроение, потому что мы довольно удачно сыграли на фестивале «Усадьба джаз». Таким составом, плюс с нами играли два выдающихся европейских музыканта. С одним музыкантом я мечтал сыграть уже очень давно. Его зовут Доминик де Биаце, это абсолютно уникальный музыкант, живущий во Франции. И, собственно, он прославился тем, что он работал довольно долго с выдающимся гитаристом Джоном Аклавленом. Это было в 90-е годы. И совершил с ним два мировых турне. А я его очень хорошо знаю по видео и пластинкам, потому что он очень активно работает и в Европе, и в Америке. И, как нам повезло всем, что у него было это время свободное, он приехал и сыграл, по-моему, замечательный концерт на фестивале «Усадьба джаз». Несмотря на страшный дождь, все равно там были люди, которым было интересно, и, собственно, больше всего интересным было нам. Потому что этот музыкант не похож ни на кого. И вот, когда я впервые его услышал, это было, может быть, лет пять назад, как ни странно, на фестивале в Калуге, тоже с Маклавленом. Потому что его штатный пластист сломал руку, и он, конечно, позвонил Доминику. Вот. Это было для меня такое потрясение, что руководство фестиваля меня пригласили на банкет после концертов. Но я ходил по своему гостиничному номеру до четырех утра и уехал в Москву, совершенно не понимая, откуда у человека берутся такие ноты, откуда у него такой звук, и вообще откуда все это берется. Потому что сам я занимаюсь басом больше сорока лет. И когда я не понимаю, что делает этот самый человек, то мне приходится очень сильно покопаться во всем, в том числе в себе, чтобы побороть этот недуг. Вот. Ну, будем кратки. И сейчас играем, значит, какие-то пьесы, которые сочинились сразу после нашего путешествия в Африку. И были выпущены альбомы. Сначала в памяти великого музыканта Джо Залинова, потом вышла пластинка «Песня у него Виктория Мастер-Хравьев», где я пытался соединить русский фольклор и африканский. Вот. И своих замечательных музыкантов я представлю чьи-то хороших. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 просто искать пропитание на улице. И это было ужасно, это все им рассказано, это все им описано. И в памяти этого великого человека мы сыграем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо большое.